Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает в Ападом, и сегодня речь пойдет о Франческо Петрарке. Я на самом деле, конечно, рассказываю не для филологов и специалистов, потому что их я сразу отсылаю к этой прекрасно изданной билингве. Для тех, кто знает итальянский язык, это будет отдельным удовольствием, потому что целых 150 новых переводов, выполненных в наши дни, Александром Триаддефелиде, в уже, скажем так, 21 веке, с учетом опыта работы с текстами Петрарки на протяжении более чем столетия, в основном, конечно, учитывается опыт работы, скажем так, в 20 веке, потому что переводы Сумарокова, Ломоносова, с которых начиналась история русского Петрарки, они уже достояние истории литературы. И вот 150 новых переводов, изданных вместе с оригинальным итальянским текстом, это, конечно, очень интересное чтение для тех, кто знает итальянский язык. Как всегда, издательство текста для них просто настоящий подарок приготовило. Всегда интересно сверять попытку перенести, трансплантировать новый, в новый язык, в новую культуру, в данном случае уже не новую, как вы понимаете, но заново пересказать. Поэтический текст всегда интересно сравнивать с поэтическим оригиналом, потому что получается два разных новых стихотворения. И вот такая двойная, тройная, многократная жизнь суждена любому шедевру поэтического мастерства. Вся специфика, вся суть поэтического перевода в том, что автор и переводчик должны быть конгениальны. Переводчик должен создать новые стихотворения по мотивам старого, грубо говоря. И даже если точнейшим образом передается с тягой к буквализму. Буквализм на самом деле это отрицательное качество поэтического перевода, потому что средствами другого языка не реализовать имеющиеся метафоры, рифмы и сравнения. Требуется подбирать новые, аналогичные. А точных аналогов в языках не существует. Это вам скажет любой лингвист. И поэтому, конечно, переводчик, воссоздавая, творит новые стихотворения. И вот с Петрахкой как раз очень показательная история на этот счет. Так что те, кто хорошо знает творчество Франческой Петрахки и хорошо, и понимает английский, итальянский, простите, язык, и понимают то, каковы особенности поэтического перевода, тех я сразу призываю прочесть эту книгу и составить свое мнение о новых переводах. А я буду рассказывать о тех, кто, допустим, никогда раньше не открывал. Ну, кто-то что-то слышал, ну, кто не слышал там о Петрахке и его прекрасной лауре. Ну, хотя бы по формуле любви, знаменитому кинофильму, да? Помните, граф Калиостро говорит, я видел ее, эту лауру, да? Да, вполне себе. Вот, а юный помещик, значит, цитирует, все вздыхает по своей лауре. Это вот очень точно отраженная целая традиция европейская. Дело в том, что Франческо Петерако находился в уникальных обстоятельствах, абсолютно. Он находился, он жил, и его, расцвет его творчества пришелся на эпоху, когда закатывалось постепенно солнце латинского языка. Когда многовековая традиция международного культурного общения исключительно на латинском языке приходила постепенно в упадок. Да, латынь была уже, латынь возрожденческая, совершенно не античная, да? Она очень сильно отличается. Опять же, любой латинист вам очень хорошо это покажет на конкретных примерах. Я здесь не могу эти примеры приводить, да и латынь я знаю совершенно недостаточно. Что там осталось, где-то там застряло в памяти после первого курса филфака. Так вот, Петрахко часть своих сочинений писал на латыни, и он предназначал их как бы в вечность, потому что это был язык международного общения, язык культуры, медицины, юридического дела. Кстати, Петрахко и должен был стать юристом, как очень многие поэты, это такая общая эстезия, да? Он не закончил курс университета и придался литературным занятиям, да? Но ему здорово повезло. Об этом, обо всем вы можете прочитать в великолепной вступительной статье. Она, опять же, очень такая простая, доступная, она рассчитана не на специалиста Петрахко-веда, вот. И где как раз все основные вехи жизненного пути, и то, как складывался вот этот вот корпус текста в Петрахке, он нам рассказывает, переводчик. Смотрите, Петрахко действительно часть своих сочинений предназначал вечности, они на латинском языке, а часть на итальянском. Это было становление национального языка. Это современник Бокаччи. Бокаччи пережил его на несколько месяцев. Это люди, которые создали основополагающие, формообразующие для языка национального произведения на итальянском языке. То есть, они стояли у основ всего. Но значение Петрахки гораздо шире. Своими сонетами и консонами, а их более 300, здесь только 150, и полного корпуса на русском языке не существует вообще. Причем сонеты, которые придали такую славу Петрахке, у нас первое, что ассоциируется, ну, опять же, у тех, кто хоть понаслышке, но что-то когда-то читал, листал или слышал, да, Петрахко, а, сонеты к лауре, да, сонеты. Но свои консоны он, то есть песни, он гораздо более ценил. Они гораздо обширнее по форме. Это не твердая форма, учитывающая жесткую композицию, где нельзя поменять ни одну строку, как в сонете, да, и это совершенно не похожие на сонетную форму произведения. Он их ценил даже выше сонетов, ставил. А у нас они не переведены. Переведены только некоторые. Истории русского Петрахка переводчик тоже касается, значит, предисловий. И там рассказывается о том, что в XIX веке были попытки, но они остались попытками. В Серебряном веке, значит, действительно, внимание к Петрахке было повышено, и там предпринят был ряд удивительно интересных опытов. Есть пара переводов Мандельштама, есть прекрасные работы Юрия Верховского. Отмечены выдающиеся достижения в переводе Петрахки в XX веке, начиная с Евгения Витковского, и там ряд имен, да, то есть очень много переводилось. Я не буду сейчас упоминать имен моих любимых переводчиков, да, я не знаю, там, от Яснова до Солоновича, вот Кружкова до не знаю кого. Здесь дело в том, что действительно факт остается фактом. Полного Петрахки по-русской не существует. То есть отдельно разными переводчиками переводились вещи, да, из них составить, наверное, полное максимальное собрание можно, но это будут разные переводы. Это будет неизбежно разный взгляд, разный подход, разное дыхание, разные метафоры, которые излюблены, да. А ведь то самое достается на долю только самых гениальных поэтов, которые создают не просто, обладают авторитетом, которых цитируют, помнят веками, да, а которые создают целое явление в литературе, да. Например, Петрахкизм. Вот Петрахкизм – это реальное явление. Это исповдаль такое влияние на тех мастеров поэтического слова, которые вообще не касались жанра сонета и даже никогда не цитировали и не упоминали Петрахку никогда. Но черты Петрахкизма в их творчестве можно было найти. Настолько всеобъемлющее влияние. Чем же таким Петрахков взял? Именно вот в этих произведениях на итальянском зарождающемся языке, значит, именно в своих сонетах клаури, во-первых, он открыл несколько очень важных идей. Идею вечной любви, воплощенной в земном образе. Вы же помните, да, он любил Лауру, она спокойно вышла замуж, не за него, родила детей, жила с любимым мужем, всю жизнь умерла, и он еще 10 лет после ее смерти писал стихи ей, значит, так далее. Это, мягко говоря, нетипическая история для, значит, всей предшествующей литературы, да. Речь идет именно об обожании на удалении, на расстоянии таком, да, фактически обожествлении, вот как из Беатричи, да, у Данте, очень похожая история. Ведь задумайтесь, это именно очень глубоко средневековый подход, да, вот идеал, мы его не касаемся, потому что идеал всегда где-то близок к небесам, на земле ему просто нету места, да, и нашей любви здесь не суждено сбыться, что называется. Посмотрел, полюбовался, пошел писать сонет, и все. Значит, это очень глубоко средневековая идея разделения идеальной, высокой, духовной действительности и материально-низменного, телесного, значит, вот мира, да, грешного, где, в общем-то, таким идеалом нету. И это одновременно глубоко возрожденческая идея о том, что человек силой своего чувства, силой своего сердца, своими вот этими духовным воспарениям, да, может подняться до небес, может проявить нечеловеческое могущество такое, титаническое, да, потому что это любовь, которая победила все, саму судьбу, которая твердо и четко сказала, нет, нет, не будете вместе, никогда, и детей у вас вместе не будет, и видеться больше не будете, и вообще она умрет, и умерла, все. Вот, судьба против, мягко говоря, да, но любовь ее преодолевает. Это тоже очень старая тема, этот мотив из древнейших веков, с античной литературой идет, но впервые, наверное, она так явно выражена, да, вот именно эта вещь. И еще одна очень важная вещь, ведь Лаура не ответила на чувства Петрахки, да, но она не могла о них не знать. Он, значит, таился, но нам хочется ответ, и вот то, что в самих сонетах реализовано в метафорах, реализовано в мысленном диалоге поэта с возлюбленной, да, нам мы вынуждены своим воображением достраивать. Литература до Петрахки и до эпохи Возрождения таким почти не занималась. То есть мы половину работы должны выполнить в своем воображении. Лаура не может ответить ему, то есть там нету диалога, где они переписываются, там, не знаю, как Пьера Белярс с возлюбленной, или там, значит, пусть безответно, но письма в один конец уходят, да, там нету физического диалога, но там есть диалог более высокий, духовный, и мы вторые реплики в этом диалоге достраиваем собственным воображением. Ну и, наконец, система литературных приемов. То, чем Петрахка прославился, он разработал стандартные метафоры, заимствованные частично даже не из зарождающейся итальянской поэзии, а из французской, из провансальской поэзии и так далее. Там все, литературоведы сейчас меня просто убьют, если я начну здесь читать лекцию, потому что, во-первых, я ошибусь 700 раз, а во-вторых, дело не в этом, дело в том, что общий принцип такой, он разрабатывал эти образы, и они потом уже цитировались, как бы сквозь призму поэзии Петрахка, да. Настолько здорово и так, и эдак, и по-новому обыграл каждый из метафоров, каждый из обращений, каждый из восхвалений, да, возлюбленной, что потом, не вспоминая эти итальянские его сонеты и консоны, невозможно было уже пользоваться этим инструментарием поэтическим, да. А он в поэзии всегда традиционный, мы всегда помним, что в классической поэзии, с чем сравнивалось, как называлось, даже если в нашем сегодняшнем стихотворении это не явлено, то мы все равно подсознательно это вспоминаем, когда читаем вполне современные метафоры с использованием, там, примет индустриального быта, технического века и вообще написанные средствами современной поэзии вещи. Вот, что бы я хотел сказать. Читайте, наслаждайтесь, это страшно интересно. Это, понимаете, в чем особый интерес? Мы же живем совсем в другом мире, а какие-то главные вещи, они не изменились. Ты чувствуешь живую связь с тем, что происходило много веков назад, в далекой Италии, в уме и сердце, даже вот не в жизни одного романтично расстроенного молодого человека, уже потом немолодого человека, он в старости писал. Но вот он жил с этой лаурой в душе. Это совершенно потрясающий образ. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.